Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте, в студии Нелли Филатова. Смотрите выпуски. Ямы до колдобины, заплата на заплате. Расскажем о состоянии городских дорог и когда же ждать ремонта. В Котласе к отправке в зону СВО готовят еще два автомобиля повышенной проходимости. В городском ДК готовят к открытию выставку молодежного объединения художников «Современники». Среди котловских автомобилистов только и разговоров, что о дорогах, точнее об их отсутствии. Асфальт сошел вместе со снегом, ямы до колдобины, заплата на заплате. И это самое безобидное выражение. Достается от негодующих водителей и работникам службы благоустройства, которые как раз сейчас занимаются ямочным ремонтом. Элементы фигурного вождения, маневрирования и резкое торможение. Все эти приемы приходится вспоминать автомобилистам во время весенней распутицы. По словам многих водителей, в таком состоянии городские дороги не были давно. Можно сказать, отвратительные. А где самые убитые участки? Ну, самые убитые участки. Вот у нас Ночерково здесь. Ночерково. Ну, Восточное шоссе еще так себе. Соответственно, где отворотки, там и Котлос Северный, уже мало грантирования. Вдоль, где аллея славы, у нас вечно гонит, там очень плохо. Хотя считается центр города, проездная самая улица, и там все в очень плачевном состоянии. Вот сейчас вот проехал. Вот здесь плохая дорога. Ну, вот по конституции начинается. Как водители относятся к ямочному ремонту? Кирпичом, шлаком? Помогает? Ну, ненадолго помогает. К ямочному ремонту на городских дорогах служба благоустройства приступила на прошлой неделе. Там подтвердили, что в этом году состояние дорог действительно ухудшилось. Основательного ремонта на многих участках не было давно. И сейчас они разом поплыли. Пока для латания дыр используют холодную органоминеральную смесь и кирпичи. Но борется с ямами только одна бригада рабочих. Начинают с раннего утра. Расходятся только вечером. Вот только вместо благодарности за свою работу получают нередко оскорбления от проезжающих мимо водителей. Раздраженные состоянием дорог. Свою злость автомобилисты выплескивают на рабочих. Открывают форточки, всякие маты и так далее. Не только матом. Могут форточку открыть и плюнуть. Правда, что ребята многие уже и работать не хотят из-за этого? Многие уволились. Тем не менее, продолжают заделывая одну яму за другой. Двигаются от улицы к улице. Уже подлатали Маяковского, Толстого, Дзержинского, Перекресток Устелы. К работам по ямочному ремонту горячим асфальтом приступят, когда среднесуточная температура воздуха будет выше 5 градусов. Холодную органоминеральную смесь используют пока и на автомобильном мосту. Это федеральная трасса. И тут ремонтом занимается Росавтодор. Как пояснили в Дорожном агентстве капитальный ремонт, путепровода намечен на 2024 год. В нормативное состояние приведут покрытие и опоры моста. На данный момент готовится проект. В Котласе к отправке в зону СВО готовят еще два автомобиля повышенной проходимости. Просьба поступила от военнослужащих Архангельского батальона. Технику планируют отправить на фронт уже через несколько дней, а пока формируются посылки с необходимыми вещами. Дорогие земляки, мы батальон Архангельский. Просим помочь. Нам нужна боевая единица для подвоза боеприпасов и провизии. Очень ждем вашей поддержки. Такой запрос поступил от наших земляков, участников СВО. В нашем городе сразу же нашлись неравнодушные люди, которые решили выполнить эту просьбу. Нашли один вариант. В техническом плане все замечательно, но работы по кузову – это важно, чтобы там ничего не разбалтывалось, двери на ходу не открывались. То есть работы по кузову здесь делается, усиливается, чтобы было эксплуатировалось без каких-то проблем. Потом уже взяли вторую машину. Там наоборот, по кузову все хорошо, но проблема в технической части – это двигатель, ходовая, с этим все занимаемся. Трудиться эти боевые машины начнут раньше, чем попадут на фронт. Первое задание – доставить необходимый груз для наших ребят. Уже заказаны в ПАШИ в тактические носилки и спальные мешки. Организован сбор одежды и продуктов. На бензопилы, беспилотники и генераторы собирают деньги. Необходимая сумма – около 160 тысяч рублей. Я специально завел карту отдельную. То есть все движения по ней как бы прозрачны, видны. У нас есть там в ВКонтакте чат. Любой желающий может туда зайти, посмотреть, когда он сделает перевод. Он увидит, что деньги поступили. Потом также мы выложим денежные средства, на что было использовано. Деньги можно передать и лично организаторам сбора в автосалоне «Дженсор» на «Оленина-173» и в ателье «Труль» на «Маяковского-26». Здесь тоже все под строгим учетом. Работаем, стараемся как можно быстрее. Задача – просто быстрее отправить. Отремонтированные уазики с необходимым грузом должны отправиться из Котласа уже на следующей неделе. Криминальная хроника. Двое пьяных котлашан попались в Коряжме на попытке угона автомобиля. Сотрудники вневедомственной охраны 30 марта около 8 часов вечера задержали двоих молодых людей, подозреваемых в попытке угона автомобиля и хищении из него магнитолы и другого имущества. Оба товарища были в изрядном подпитии и плохо ориентировались в пространстве. Один из подельников ранее уже был судим за грабеж. В ходе досмотра у них обнаружили и изъяли похищенные из автомобиля имущества автоворов. Доставили в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Оставайтесь с нами. Большая распродажа белорусской обуви по цене всего от 1900 рублей. Она удивительно практичная. Очень хорошо на ноге сидит. Легкая, облегченная. Особенно для пенсионеров. С 1 по 8 апреля. Котлас. Улица Мелентьева, 18. Дом культуры. Хотите диван? Диван диванов. Нужна мебель для дома? Диван диванов. Большой выбор обеденных групп. Столы и стулья в наличии. Сезонное снижение цен на диваны. Успевайте выгодно купить. Диван диванов. В Котласе в ТЦ Багратион. В Коряжме в ТЦ Фаворит. Просто здесь дешевле. Откройте двери выгодным покупкам вместе с магазином грошек. Котлас. Маяковского, 46. Вычегодский. Загородная, 2. Продолжаем программу. Сегодня в школе 105. У четвероклассников был необычный урок, на котором дети учились доброте. Уроки доброты. Это проект, который позволяет раскрыть то, что вложено в сердце каждого ребенка. В Котласе такие уроки проводятся с 2010 года. Инициатором их проведения была Ольга Шутихина. В прошлом заместитель и председатель Котласского общества инвалидов. Позже ее идею подхватили студенты ПИД-колледжа. Теперь важная миссия легла на плечи Ирины Истоминой, которая проводит их по личному желанию. Вообще тема не избитая. И детям иногда хочется увидеть и услышать нечто большее, чем они знают об этом. И может быть дети даже не знают, как себя вести с этими людьми, с инвалидностью. На уроках доброты Ирина объясняет детям, что такое инвалидность и ограниченные возможности. И что дискриминация по признаку инвалидности не является только личной проблемой. Ребята делятся своими историями. Рассказывают о добрых делах, которые уже успели сотворить. Как-то раз, помню, с друзьями, мы убили осторожно, она у деда сидела, сказал, что в магазине ей надо, а она слепая была. Мы ее довели, вместе с ней сходили, лекарства тоже с ней убили. И довели обратно. Говорили я о доступной среде. Четвероклассники впервые услышали об инклюзивном образовании, когда особые дети учатся вместе с остальными ребятами в обычных классах. В сентябре этого года 105-ю школу планируется набор первоклассников в коррекционный класс, чтобы старшие школьники знали, как себя вести с особыми детьми и проводятся уроки доброты. Дети в наше время, они не совсем понимают, как себя вести с такими детьми, что нужно им сказать. Это нужно развивать, потому что в семье эти темы тоже не обсуждаются. Воспитательные темы родителей с детьми, они не затрагиваются. Уроки доброты в скором времени будут проведены в 7-й, 18-й и других школах города, а также в Котлосском педагогическом колледже. 2 апреля в городском ДК начнет свою работу выставка молодежного объединения художников «Современники», на которой посетители смогут познакомиться с компьютерным искусством, фэшн-иллюстрацией и другими популярными сегодня направлениями искусства. В объединение «Современники» входят молодые художники. В свое время они окончили Котлосскую школу искусств «Гамма», а сейчас работают в сфере архитектуры и искусства. Идея была Семена Слиба, и мне кажется, она планировалась давно, где-то у каждого в голове, в мыслях оно такое было, потому что выставка Союза художников, она более зрелая, а выставка молодых художников, она, некоторые работы не вписывались просто в общую концепцию всех выставок. И мне кажется, что все немножко ждали что-то такое свежее, новое, как новая волна или новая ступень для молодых художников. И молодым художникам есть где раскрыться, показать что-то новое, необычное, новую концепцию, новые свои идеи. Анастасия представит на выставке несколько своих работ. Среди них Котлос 2320-й. У меня идея возникла в период пандемии, когда коронавирус стукнул, и пошли мысли, что может произойти с Котлосом, если продолжится вся вот эта трагедия вирусная. Совершенно о другом работы Ольги Зобовой, художницы, которая в своих картинах сочетает текст и изображение. Ну вообще любая картина – это философия на самом деле, да, если мы будем смотреть и на фотографию, и на обычную абстрактную работу, там каждый для себя сделает свои выводы. Я хочу, чтобы люди подумали. Мы всегда спешим и пробегаем мимо всего, просто не глядя. Мне хочется, чтобы люди остановились, посмотрели и подумали. Над своими картинами Ольга работает достаточно долго. В цитатах часто использует язык оригинала произведения, подбирает их по собственному вкусу. Еще один молодой художник Нина Шостакова. Она пишет в стиле фэшн-иллюстрации. Это пошло как-то из детства. У меня мама швея, и у нее просто склады этой бурды журналов швейных. И вот как-то там, наверное, там я первый раз увидела вообще фэшн-иллюстрацию. Вот эти рисунки как раз моделей. И как-то меня это зацепило. Нина работает и по заказам, рисует костюмы для танцевальных студий, сотрудничает с популярными брендами одежды. В этом и есть суть современного искусства. Оно отвечает насущным потребностям, быстро реагирует на события, происходящие в мире, адаптируется к ним и постоянно трансформируется, изменяясь и ускоряясь, не теряя при этом своей философии и личностного подхода художника. Выставка молодежного объединения «Современники» открывается в городском ДК 2 апреля в 13 часов. Завершает выпуск потребительская информация. Капризная весенняя погода заставляет по-особенному подходить к выбору обуви, особенно обладателей проблемных ног. Надо, чтобы не скользила и не промокала, была комфортной и красивой. В плане соответствия всем этим требованиям давно зарекомендовали себя белорусские производители обуви. В Котласе выставку продажу обуви из Белоруссии ждут с нетерпением в преддверии каждого сезона. С 1 по 8 апреля она будет работать в Котласском ДК. На этот раз выставка продажи белорусской обуви везет в Котлас весенне-летнюю коллекцию. Мужские и женские модели в обширном ассортименте, ведь погода весной переменчива и капризна. Женские сапоги, ботинки и полуботинки, туфли от 34 до 44 размера, варианты мужских моделей от 40 до 45. Вся обувь разработана специально для проблемных ног. Например, данная модель. Она имеет достаточную высоту и полноту. Здесь еще идет дополнительная вставка. Это подходит для тех, у кого есть вальгусная деформация, то есть выпирающая косточка, либо деформация пальцев. Обувь на липучках – то, что нужно для полных ног. Широкий мысок не сдавливает пальцы и не нарушает кровообращение. Гибкая устойчивая подошва со специальными амортизирующими вставками не будет мешать естественному движению ног при ходьбе и уменьшит нагрузку на суставы. Без проблем, подобрал. Я много люблю ходить пешком. Они очень легкие, очень удобные. Померила, мне понравились. Белорусская обувь славится качеством производства. Все модели из натуральной кожи. Вулканизированная подошва не скользит, не трескается и не промокает. Поставляется обувь напрямую от производителей. Отсюда и ценовая доступность. Выставка «Продажа белорусской обуви» будет работать в Котласе с 1 по 8 апреля с 9 до 18 часов в городском ДК по адресу Мелентьева, 18. У меня все на сегодня. Новости нашего города смотрите на сайте kotlas24.ru и одноименной группе ВКонтакте. Увидимся с вами в понедельник. Хороших выходных! Автомобилю нужны запчасти? Сеть магазинов «Авторитет». Это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Великий Устюг. Виноградова 44. Котлас. Маяковского 47. В субботу 1 апреля в Котласе будет довольно пасмурно. Ожидается дождь со снегом. Температура воздуха днем плюс 3 градуса. Ночью до плюс 1. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Воскресенье 2 апреля, как и накануне, нас ждет пасмурная погода. Возможен слабый дождь. Днем температура воздуха плюс 6 градусов. Ночные часы плюс 4. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы. В понедельник 3 апреля в Котласе сохранится пасмурная погода с дождем. В дневные часы столбик термометра будет на отметке плюс 8 градусов. В ночное время 0, плюс 2 градуса. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферный фон останется высоким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова